В течение всего вечера будет звучать музыка, будут выступления. Мы будем говорить о том, кто есть действительно причина этого праздника. И сейчас хотелось бы попросить тоже нашего брата, одного из служителей церкви здесь, Василия Павловича Трубчика, чтобы он тоже несколько слов сказал из Писания. Вообще, может быть, кто-то сегодня ведет такую хорошую жизнь по-человечески и может быть задаться вопросом. Но мне это спасение не нужно. Зачем мне спасение? Кому спасение? А чего спасение? Кому нужно спасение? Спасение нужен тому человеку, который горит? Или спасение нужен тому человеку, который преграждет, которому пожар преградил дорогу? Как был однажды в многоэтажном доме, перед здатным домом, вот горел, нижние этажи болтали, выкидались с верхних этажей, не могли спуститься через теплая огня. Им нужно был спасение, и по задней кистанной лестнице, они, которые выкрыли из окон и погревали, им нужно было спасение. А зачем нам спасение? Нужно ли нам спасение? Спасение нужен человеку, который находится в плену, освободиться от плена. Спасение нужен человеку, тому, который преграждет смертный рекорд, он горит обращать от спасения, от помощи. Почему нужно было спасение людей в то время, когда Аху говорил эти слова? «Евреи тогда находились в плену, в плену были в плену, они были под чистой неволи, плену они уже дождали спасения, евреи были подражены в грехах, евреи были в плену также большинства их религиозных, потому что они, и народу, и народу, и народу, и народу нужны, они были, по словам Иисуса Христа, граммарно окрашены, им нужно было спасение, а тот, кто вызвал истину правду, который бы озанял светом их и дурил их в этой земле. Почему нам нужно спасение сегодня, дорогие друзья? Потому что нашу нацию уничтожает грех. За последние 15 лет наша нация, белорусская нация, уменьшилась, и расселение в Беларуси уменьшилось больше, чем на 1 миллион человек. Это слишком много для нас. И причина этому является грех. Грех язва, грех от кармана, грех от луда, грех святого нечестия, грех эгоизма, грех от рода, нам нужно спасение, потому что мы умирали, как нация. Разве мы не испытали население силу греха? Знаете, я тоже испытываю население силу греха, когда грех отступает, когда ты видишь, что ты бессилен в этой передней. Дектора люди становятся богу и мозгу и говорят, я, я человек, я свою боль, у меня есть сила боль. Сколько мне раз приходилось слышать от людей, которые дьяностуют, фактически от первой алкоголики, они становились в такую позу, богу и говорили, у меня есть слава, я могу убить, могу не пить. Однако же грех, что мы сначала на них уничтожали, и многие уже на ничто, а многие погибли. Нам нужно спасение, дорогие друзья, нам нужно спасение, потому что смерть подкашивает каждого из нас. Нам нужно спасение от бессмысленности жизни. Люди живут бессмысленной жизнью, и я не так думаю, это значение в любую общуюся. Недавно в очистенной опе, в обручке один человек шел с решением свести что-то со своей жизнью. И когда он ушел, его фото предназил на подобное собрание до болезни. Он не знал смысла в жизни, и когда он услышал от Господа и Иисусе, все вам понравится, и Господь его живет.